Девушки отдыхают Своей красотой Для тех, кто знаком с этими местами Или когда-нибудь слышал о них Словосочетание «Белая гора» скажет многое Целый пласт истории, человеческих судеб и жизни Плотно вплелись в эти пару слов Поэтому едва ли даже самый опытный старожил Сможет поведать историю этих мест во всех подробностях Тем более, что подробности эти с большой долей вероятности были А быть может и по сей день остаются под грифом «Секретно» Ведь «Белая гора» была без преувеличения стратегическим объектом В союзное время ставшим одним из поставщиков крылатого металла Тантала, который используется при создании космических кораблей Сегодня мне удалось забраться на небольшую равнину Расположенную на возвышенности горы По навигатору дорога тянется дальше еще на несколько километров Но пешая разведка показала, что дорога эта в плохом состоянии Много валежника и очень крутой спуск вниз Поэтому, чтобы израсходовать полученные с пищей калории Да и просто прогуляться, подышать свежим воздухом Было решено оставить автомобиль на этой равнине И спуститься вниз на 11 маршруте То есть пешочком За пару дней, которые я здесь нахожусь Мало что удалось найти Но тянущаяся куда-то с горы старая дорога Говорит лишь о том, что плохо искал Подтверждение тому редкие и весьма старые находки Которые оставляют очень много вопросов Ответы на которые едва ли сможет дать даже самый опытный старожил Чем дальше углубляюсь в лес Тем сильнее испытываю ощущение, словно места эти Хотят что-то поведать, о чем-то рассказать Но скованные союзной печатью секретно не могут Всякий раз подкидывая подсказки Которые никак не складываются у меня в голове В законченную картинку Поэтому ничего не остается, как наслаждаться природой И не спеша идти по заросшей травой колее Уходящей все дальше и дальше вниз В то время пока одни считают, что запасы редких и редкоземельных металлов в этих краях Отработаны еще в прошлом столетии Есть те, кто убежден, что по подобным месторождениям Информация попросту засекречена Еще с советских времен Не секрет, что Казахстан имеет царевую направленность экономики Поэтому неудивительно, что не так давно Главой государства был сделан акцент на освоение залежей редких и редкоземельных металлов Которые он назвал новой нефтью И призвал обратить отдельное внимание на геологоразведку Ради привлечения инвестиций в страну Законодатели даже готовы рассекретить Закрытую с советских времен информацию По месторождениям редких и редкоземельных металлов Возможно, эта волна коснется и Белой горы А живут забытые временем близлежащие населенные пункты Пускай и ненадолго Лишь на то время, пока окончательно не опустеют недра земли Которые человек уже на протяжении многих лет Использует не только в благих, но и в иных, далеко не мирных целях Тем временем я почти спустился в низину По карте дорога делает резкий поворот влево И уводит еще дальше вдоль ручья Изначально в планах у меня было дойти до брода через ручей Но обстоятельства, о которых даже сейчас неприятно вспоминать Заставили повернуть назад Вообще же я до последнего момента был уверен Что дорога эта ведет на сенокосы Но теперь в этом сильно сомневаюсь Одно дело сюда спуститься И совсем другое Карабкаться вверх с полным прицепом сена Но если дорога эта ведет не на сенокосные поля То куда? Находка, которая встретилась на моем пути далее Окончательно сбила столбу Неподалеку от русла ручья среди деревьев Я увидел столб линии электропередач Вот эта находка Этот старый, покосившийся и одновременно Каким-то чудом сохранившийся столб Полностью переворачивает всю выстроенную в голове Цепочку догадок и предположений У меня лишь два объяснения Первое, через эти места тянули линию электропередач к поселку Расположенному на вершине Белой горы Вторая мысль В этой низинке были какие-то строения Жилого, либо производственного назначения В пользу этого говорит и дорога Ведущая к этим местам Старая, заросшая С глубокими колеями, но явно когда-то Использовавшаяся, чтобы сюда добраться Куда уводит эта дорога дальше, мне проверить не удалось Причиной тому стало нападение клещей Которые в прямом смысле этого слова Начали передвигаться по моим штанам целыми отрядами Ступишь пару шагов, останавливаешься и осматриваешься Двух-трех обязательно найдешь Вверх карабкаются эти ребята или девчата Стремительно и очень быстро Но то, что меня поразило больше всего Так это то, что под ногами зеленая трава А эти насекомые обычно любят сухие соломинки и сухую траву Цвет которых более теплый, нежели зеленый Так или иначе, но передвигаться дальше в таких условиях Было попросту некомфортно и небезопасно Приходилось постоянно отвлекаться на самоосмотры А это отнимало много времени Вернемся на равнину, к месту нашей стоянки Оставив позади загадочную низину с клещами Которая в сегодняшнем путешествии оставила слишком много вопросов Ответы на которые едва ли сможет дать Даже самый опытный сторожил этих мест Полуденное солнце и крутой подъем на обратном пути Отняли очень много сил Оттого вдвойне приятно возвращаться в лагерь В тень деревьев и просто в безопасное место Водные процедуры после насыщенной прогулки Не просто освежают, но словно возвращают жизнь Перегревшемуся на солнце телу Жаль, поблизости нет ручейка, чтобы умыться прохладной водицей Но и это не беда Пара литров воды прекрасно справится с этой задачей А после лесного душа не помешает согреться кружечкой ароматного чаю Да утолить голод бутербродом с маслом и сыром из холодильника Как оказалось, сегодня я здесь не один Неподалеку гуляет пара лошадок Которые при любой моей попытке подойти к ним поближе Удалялись от меня на безопасное расстояние Несмотря на относительное спокойствие на этой равнинке Места здесь дикие По правде говоря, я даже рад, что не стал испытывать судьбу И спускаться с плато вниз Здесь, наверху, все же спокойнее Чувствуешь внутри безопасность и комфорт Есть где прогуляться, да и находок вполне хватает Вскоре погода начала меняться Резко потемнело Подул прохладный ветер Небо затянуло тяжелыми облаками В любой момент времени готовыми низвергнуть на землю Предсказанные синоптиками осадки Сначала ненавязчиво, даже приятно А затем резким ливнем, от которого можно промокнуть с ног до головы Если не успеть заскочить в укрытие В последние минуты успеваю запрыгнуть в УАЗ-ку И захлопнуть дверь Началась гроза Температура снаружи опустилась до 11 градусов Пришлось надевать теплые вещи Кто-то скажет, испортилась погода Я же говорю, погода сменила свой характер Предоставив замечательную возможность Предаться размышлениям и чтению полезных мыслей Не зря говорят, у природы нет плохой погоды Всякая погода – благодать Скорее, это наше отношение к окружающей действительности Важно не то, что происходит, а то, как ты на это реагируешь После проливного дождя воздух наполнился изумительной свежестью и бодрящей прохладой В такие мгновения наслаждаешься каждым вдохом, смакуя вкус ароматов леса Природа – искусный парфюмер и умеют вскружить голову необычным сочетанием запахов Свежесть молодой хвои, нотки древесины и сочетание полевых трав Не просто успокаивают, а я бы даже сказал, убаюкивают и настраивают на мирный лад Это своего рода природная терапия, которую в 100% случаев Нужно рекомендовать каждому погрязшему в суете мирской жизни человеку Такая терапия благотворно воздействует не только на самого человека Но через него и на все его окружающее Лесная борода свидетельствует о том, что воздух в этих местах чистейший Для тех, кто знаком с этими местами, словосочетание «белая гора» скажет многое Целый пласт истории, человеческих судеб и жизни плотно вплелись в эти пару слов Меня этот край всегда манил к себе чем-то загадочным и необъяснимым Не единожды бывал я в этих местах и всякий раз открывал для себя что-то новое Не стало исключением и сегодняшняя поездка Которая, однако, оставила больше вопросов, нежели ответов В свое время старожилы, оставшиеся доживать здесь свой век Рассказывали мне, что в союзные времена тихими эти места назвать было нельзя Богатые залежи редких и редкоземельных металлов, золота и прочих природных богатств Привлекали сюда с разных уголков некогда большой и дружной страны В наши дни о масштабах союзных проектов и былой мощи промышленного комплекса Остается только догадываться по руинам производственных зданий Да по рассказам опытных старожилов, доживающих свой век в этих местах Быть может, со временем снятие печати секретно с месторождений новой нефти Оживит и эти края А пока загадки Белой горы так и останутся тайной До которой, впрочем, уже давно никому нет никакого дела Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok